Вы не против, чтобы мы открыто побеседовали о вашем пребывании и открытии? Не против? Согласен. Ну, это маленький счет. Погнал, это при родителе. Дело вот с чем было. Вчера я узнали, я вмешаю. Будто вы собираетесь уезжать щенки не завтра. О, значит, правильные сведения были. А я хотел сказать, что разобрать этот момент и увидеть, надо ли вам выезжать. Может быть, остаться. Так, просто никого не встревать, внимательно слушать. Я вот расследовал все это. Что дети ваши у нас были, лагерей нет сейчас, просто они здесь отдыхали, работали. И нашел двадцать шесть причин, по которым вам не надо выезжать. Ни две, ни три. Двадцать шесть. И причины как по плоти, так и по духу. А вы, если что-то непонятно будет, кому-то обратите, там Алексея обратите, Иосиф, там Владимир Александрович, кто близкий вам будет и скажет, как же тебе тут ответить-то, чтобы помогли. Вот первое. Спокойно и все это. Опасности больше на дороге, чем дома. Согласны? Ну, допустим, в России живет сто восемьдесят миллионов. Сколько аварий? А на дороге один миллион. И на один миллион аварий больше, чем сто восемьдесят миллионов. Ну и так понятно, там машины несутся. Чуть только задумался, мне Таня рассказывает, твоя дочка, дочка моя, сестра. Я говорю, на минуту что-то, глаза открыты, но не были, гляжу, я уже навстречу. Машины-то как идут? Уже навстречу полностью. Мы ехали, мы видели такие удары, большие фуры опрокинутые, и там из-под обломков только рука торчит. А в интернете, видишь, там горит, кричит, человек его тушит, ни один огнетушитель не работает. Человек живет, горает. Это на дорогах. Повышенная опасность. Я могу об этом говорить. От Владивостока до Лиссабона. Проехали Турцию, Прибалтику и Скандинавию. Ну мало кто, ведь его с такой целью, где нас так принимали. Так у нас опыт какой был, какие шофера были, а одним из лучших могу назвать Вадима Попова. Вот с задней скоростью, как передней едет. И советовала никто-нибудь, а Татьяна Тихоновна было. Но капризные во всех отношениях не различены были. Дело в общем, вы едете, сказали к родственникам, если неправильно, подправьте. Я подумал, по отцовской линии у вас родственников, наверное, не так много. И мне зачем им не ехать, если они не верующие. А к родственникам, к которым вы поедете к нашим. Они наши родственники. И мы их все знаем. Мы знаем адреса, куда вы поедете. И покажу недоброго, наверное, со мной. Во всех отношениях. То есть ехать туда не зачем. Я в конце покажу. То есть родственники ваши, это наши родственники. Василий, это, ну, он мне племянник, получается. Он сын Татьяны Тихоновны моей родной сестры. Я правильно говорю? Все. Так, ты привез ребятишек, они второй год здесь были. Жалоб на них нету. И мы очень рады, что у нас такие хорошие девушки были. Вы чем-то обижены, нет? Нет. И ты, нет. На костре там, как они пели, выступали, там все это зафиксировано. Второй вопрос. Третий. На третий. Так. У вас, куда вы поедете, не будет такого строгого распорядка, расписания дня. Встают пять. Вечером вчера уже установили, чтобы дольше не задерживаться. В девять, чтобы были под одеялом. Ну, пять, и так, три часа, девять, один, двадцать. В восемь часов там вполне достаточно. В восемь часов хватит спать? Хватит. А то они иногда вечером там заиграются и попозже. А вставать в одно время. И по этому дошкольному, мы говорим, днем можешь ложиться. А в субботу обязаны все лечь спать, чтобы не дремать. Пообедают, пройдет там полчаса, час и могут ложиться. То есть у нас строгий порядок в этом. Дорогой у вас этого не будет. Или будет? Да и никак. Дороги не сохранить. Если вы поехали домой, я бы не сказал. Что вы теряете по порядку? Теряете почти жизнь. Столько опасностей. Ехать не за чем. Третье. У нас лагерь отвечает. На лагерь отвечался. Мы лагерные порядки принесли сюда. Ранее вставание. Вот сейчас две недели пройдет. Двадцать седьмого июня. День пошел на убыль. И у нас тогда пять тридцать вставать. А потом еще пройдет неделю две. В шесть. То есть мы за солнцем идем. У вас не будет. Когда-то встать. Когда-то лечь. Там третет. Ведь это так. А для ребенка. Да и для взрослых. Одно и то же время. Это очень четко. Даже не то время, которое надо. Вот мы ездили на восток. Там был Вадим и Третьяков. Мы все время. Отбой был у нас десять. Где он нас и застал. В лес свернули. Спрятали все. Подъем. Двигаемся в два часа. В два часа ночи мы уже срывались. Мы когда вернулись. На тринадцать дней у нас в третьем получалось в день тысячу тридцать километров. Это много? Учитывая, что мы по разным городам заезжаем, знакомимся, библиотеку. Это все в благовещенках китайской границе. Но все кто нас стояли на счетчике. Тысячу тридцать каждый день в третьем. И мы просто знаем о чем говорим. Безопасность. У нас собака чемпион России. Охранная. Там были такие попытки приблизиться. Даже в Румынии там окружили цыгане. А какую он собаку не анонит. Знать. Стрелять я не буду. Драть я не полезу. А собаки все боятся. А он такое сделает. Что тут уколов не хватит тебе. Так. Дальше. Дорога у них не будет работать. Из чего человек создан? В поте лица и дисклеп. Они у меня работают как взрослые. Все. Дрова пилили. В огород ходили. Вот они сидят. Они работали. Вышел до обеда. После обеда там эти купания. Занятия. Виктор Николаевич приходил. Работы не будет. Ты везешь бездельников. А работать не будут. А они как паразиты. Нависанные с двух сторон у тебя. У меня один архитектор города. Привозил сюда. И девчонки такие у него. Самохотение. Но все-таки остались. Архитектор. А теперь встретили и говорю. Как Сергея Николаевича. Две живные свиньи выросли. Две живные свиньи. Это характеристика отца. И когда я стал говорить какие-то эгоисты растут. Мать говорит. Ну это не так. Он говорит. Нет. Мать говорит. Все так. Характеристики данных тогда. И они рвались домой. Через две недели. Буквально колеса рвались с него. А потом остались. И девчонки стали справляться. Ну а дома опять вернулись напряжение. Работы не будет. Дальше. Я устраиваю им здесь витаминизацию. Зелень. Это двудомная крапива. Листья. Мою их собираю. Отдельно репей. Одувальчик. Укроп. Там вот свеклы. Двенадцать компонентов разных. Это где-то. Мелко режу. Потом толку специально. Они хранят в холодильнике. И они щепотки добавляют. Зелень. Им нужны витамины. Их нету. Дороги у вас их не будет. Питание будет как придется. А здесь все время у вас и горячие. И придежурил они. Это раз так. Вам нравится как кормят? Так это еще пост. А вот двенадцатого уже. Уже будет молочная. Сметана, творог мы тут покупаем. Дальше. Вы дорогой будете сидеть. Не ходить. Не бегать. Вы не догадаетесь. Знаете, как пташка летит. Мы ходили по Явле. Мы оттуда гнали. Я на велосипеде. Она на уровне идет. И только слышно. Вот так вот хлопает подошва о землю. Несется. Скажи. Да она говорит. Я в школе кроме одной девчонки. Самой лучшей. Побегу. Я правильно понял? Пожалуйста. Дальше. И ходят босиком. А культурное вещение через подошву. Разные там камушки попадают. У большого пальца на лево это севство. То есть так почка. Это действительно так. Вам здесь полезно. И я говорю. Хотите сегодня простывать. Вот у нас лежит большое резиновое полото. Там такое. И оно нагреется. На него встань. Сколько выдержишь. Подошвь прогревает. Все окрещали. Будут. Дальше. Купание. Дорогой купания никакого нет. Нет. Если идти, то это опасно. А выходили в такое. Новое озеро у нас. Южный. Фрут. Оно вот так вот. По поясу. Все ровно. В прошлом году ты когда сдали внизу очков. Ну. Южный Тихонович. Я хотела сказать. Я говорю. Что папа. Ну тоже по дороге. Мы останавливаемся. Тоже купаемся. Ну. Ладно. Дорога. Где-то вы останавливаетесь. Еще каждый день купаетесь. Ну. Папа. Ну. Может. Где-то. А ты тут с друзьями. Пошла. Три поклоны положила. Там перекрестилась. Ну. Что сравнивать-то. В знакомом, в незнакомом месте. Незнакомая есть незнакомая. Показывает. Мужчина вышел. А она его снимает. Да. Пшшш. Мужчины нету. Касанка. Проблужилась. Ну ладно. Только хвост. И больше его никогда не видели. И кто? Премьер-министр Австралии. Исчез. По сегодняшней день нигде нету. А тут. Полный покой. У нас акулы тут не плавают. Змеев подводных нету. Ну. Купание. Ладно. Молитва. Молитва ежедневная. Спокойствие. Утром, вечером. По молитвослову. Своими словами. Псалты. Дорога этого нету. Даже мы вот ездили уж. Мы строго держались. И то только мы трогаемся с места и молились на ходу. А если где останавливались. То видели. Если работают мусульмане где-то там. Мы близко останавливались. Мы знали. Мусульмане нас во виду не дадут. Они очень любят когда они не молятся. Мы палатку два на два квадрата. Вставали и молились. И они все бросали работать. А смотрим. Начали молиться. Значит молитвы. Дорогой у вас такой не будет. Дальше. У вас проходили занятия. Владимир Александрович вот снимает. Вел занятия. А там никто не будет вести занятия. По священному писанию. Не будет. То есть вы мешаете из очень важного элемента в жизни. Дальше. На костер или не пойдете. Пятница. Да где вы. Кто вам разрешит. Какие косты. Да и кому вы нужны. А здесь костер. Ты выступила. Картошечку поела. А там-то ничего этого не будет. А еще есть место куда-нибудь что-то. Так. Такого богослужения как у нас мы не видели встретить. Такой порядок. Нигде. Чтобы зайти за 7 минут. Полное молчание. Отдельно стояли. Все знали как. Вот дорогой у вас не будет. Дорогой. Это стопроцентная гарантия. Даже у нас были священники. Хотели бы себя устроить. Со всего союза были. Нигде не могли быть. А почему? Это большое здесь заложено. Дальше. Вы выпадаете из коллектива. Вы одни. А в коллективе когда человек живет. Он многое видит. Берет от других. Вы же не думайте в монастырь. Вот это коллективная работа. Коллективное купание. Коллективы за столом. Звонок зазвонил. Все садятся. Просите благословения. Как разносите. Этого не будет. Ничего. Коллектив потерян. Дальше. Ну и дежурить не придется нигде. А дежурство многое вам давало здесь. И ходила. Смотрела. Ухаживала. Хорошая дежурная это будет. Кому-то больше всего понравилось. Значит не каждый день вы дежурили. Кто? София. А там у меня написано 11-я. Или 13-я. 13-я. Дальше. У вас дорогой вряд ли будет такое наказание как здесь. Наказали. И так делает. Там обидел. Что-то я с вами тут занимался. И наказывал. Вас не наказали? Ну вас не за что наказали. Не за что наказали. А были такие кто наказали. А наказание это главный элемент. Главный элемент воспитания. Есть ли такой отец который не наказывает. Павел пишет уже посадить евреи. А если остаетесь без наказания. То вы не сыны. У нас называли суразы. Подкидыши. Незакон у наших. Наказание. И вы это видели. Если бы один другого где-то как-то обидел или что-то. Он обязательно до конца будет выиграть. Мы разбираем. Почему так сделал. Почему. И дальше уже разбираем. Это у вас дальше. Какие были здесь. Вы играли. Первым. По стену поваляться. Тележки этой катались. Как вы возили друг друга. Еще раз. Да. Ну да. Этого ничего не будет. А у вас еще какие были ходили на лагерное поле. Там футбол и прочее. Ничего этого не будет. Дальше. На поле ходить. Пасть-барь. Здесь в какой день хорошая погода. Мы отпускаем пасти на целый день. Вы еще не ходили? Нет. Не позволяла погода нам. Вот. А женщины ходили. Взрослые ходили. Вот. Ну. Мы снабжаем гряники. Еду. Воды даем. И вы оттуда придете. Вы знаете как пастут. Это никуда бы не делалось еще дальше. Дорогой ходить по якобы. Ходить экскурсии какие-то. А у нас это было. Да еще пойдете на херу мостик. Да еще работали на Решковском. Вы были там? Нет? А. Не были. Ну потом мы пошли. Вы знаете. Дальше. Экскурсии. Ну и. Понятно. Труд. Так. Нигде вы не сможете делиться талантами. Которыми вас Бог наградил. У вас свои таланты. А вы бы тут просто раскрылись. Ставим пример. Смотри как она дежурит. Как она анимативно ходит. Как пели. Как рассказывали стихотворения. Это талант. У вас отличная память. У тебя какие оценки важны? Я вышла отличница. Как? Отличница вышла. А ты? Ну. У меня немножко да. Ну. Немножко плохо. А так вот. А что плохо? Двойка? Не. Ну там тройки были. Ага. Вот отличница. Пожалуйста. Тебе есть что показать. Поделиться талантом. Дороги теперь нет. Ничего нет. Дороги нету. Я не говорю что приехали. Дальше. Вот вы. Ходили на амягу. Вы знаете как все растет. Пололи. Собирали жука. Мы его тут казнили этого жука. И ролик составили. Я говорю. Вот так все стадомиты будут сожжены. И в печь потолкаю. И костер развели. На земле жжем. А вот я удел стадомитов. Геев. Всех меньшинств. И всех попалит Господь. Развели костер. Я жгу им приговариваю. А сам в бане до пояса раскрытый. Это шапка которая парится. Чтобы уши не обжечь. Дальше. Дальше. Маленько. Может быть не тут. Не вижу я. Вот мы что-то считаем. Даже немного. Это мы все здесь обсуждаем. Маленькие книжечки. Дорога ничего. Да и некогда. Трясет. Обсуждение. То есть мы вводили вас в литературный круг. Я неоднократно про разных писателей говорил. Стихотворения и прочее. Там дорога ничего этого нет. Это невозможно. Вот. Дальше. Об этом я говорил. Я отдельно это выделил. Среди богослужения. Подход к Христу. Когда стоит вот этот порядок. Одно за одним. Как вы идете. Многое могли понять. Стараемся выставить. Чтобы в маленькие стояли. Видели. Хотя бы алтарь. Вот. В храме. Занятие у меня поклонилось. Дальше. Природа. Природа. Вот. Дорога. Как у нас сейчас. Вывели с ласточки. В двух местах. Пластащата какие. Здесь. Дядя Игорь выходим. Ходили на склад. Можно еще посмотреть где-то. Ну. В природе есть природа. Идете. Собачка голова. Не наберете шариков. Дорога. Ничего этого нет. А эта природа объединяет человека. Жизнь. Потому что все это жизнь. Так. Ну. Теперь перейдем. В духовном. Планирую. Сама среда. Там где вы думаете быть. Кому поедете. Я уж не называю. Потому что к обиде еще добавится вид. Она абсолютно не духовная. Недуховная. Притом эти люди. От нас ничего не получали. Кроме добра. Если не считать. Они стопроцентно. Обязаны всем. Всем что у них есть. А они. Настроили людей. Против нас. Детей настроили. Детей. Притом не просто детей. А моих крестников. И это в них и есть. На сегодняшний день. Батюшка туда заезжает. Говорит. Обстановка. Антидуховная. И они. Православная церковь. Вот это. Не признают за церковь. Они там где-то. По закоуму. Ходят. Они не признают. То есть за детей. Это не только не полезно. А вредно. Даже. Общаться с такими людьми. Они отмечают это. Они не имеют. Общение с церковью. Дальше. Они осуждают. Буквально. Всю Вселенскую церковь. Это не даже. Если в этих вопросах взять. Даже клещи становятся. Вот такое отношение. Там дух лжи. Апостол Павел. Когда говорит. Хорошо. Сказал. И вспоминали где-то. Что они непрерывно находятся в этом грехе осуждения. Грех осуждения. Притом. Я через батюшку пытался узнать. Скажи. Чем они недовольны. Что-то им не дадали. Или взяли у них. Нету. Ничего нету. Но один раз. Все-таки. Его самого. Готовились. Только полагать для него. Диаконы. И он сразу написал. Ну не знаю. Как он. Женой. Ну простите. А что с чего. Непонятно. Так все и осталось. Духовно. Пребывание. Даже вот это все. У вас было бы ладно. Духовно. Неблагополучная обстановка. Здесь все по-другому. Где бы вы ни пришли. У нас все свои. У меня отношение к нему. Какое он знает. До любого возник. Как мы работаем. А там нет. Там основано осуждение. И они против того. Что вы находитесь здесь даже. И заканчивайте. Теперь вами. Вы. Глава. Вы примете решение. Какое вам нужно. Но ты знаешь. Ты нигде не будешь так нужен. Как здесь. Ты электрик. И сильный мужчина. Ну может быть на этой неделе. Если они будут тормозить меня. Я буду в его организации обратиться. Чтобы бульдозер привезли. Мне уже сказали с Барнаула. Но и мне неохота. Я людей не буду знать. А тут. Начальник. Полевый. Я знаю. Так. Алеша. Еще брякать там узнали. Потому что сроки уходят. А мне зачем на осень. Мне надо сейчас все это сделать. А ты не ездил. Не видел что мы там завезли. А забери. Ты успокоишься. Там мы столько навезли всего. Уложить как камень. Большие такие валуны. Ими уложить надо будет. Ты нужен здесь. А там ты не нужен. Ну и вывод какой. Не ездить. Останьтесь. Побудьте с нами. Вещер склонился к вечеру. Писание Библии говорит. Зачем вам ехать? Вас здесь любят. Отношения со всеми хорошие. Где вас приняли. Там вас не просто приняли. А есть такое в Украине выражение. Кахают. Правильно? Нет? Ну то есть. Либо ты качаешь на руках. Ну конечно. Много значит слова о Наталье. Есть такая поговорка. Ночная кукушка. Перепукует. Девную. Ему на ухо. На одно. На другое. Подшептала. Сказала. Вы очень нужны. Мы нуждаемся в вас. И мы полюбили вас. И вашей жертвенностью. Прошло. Зимой нынче. Сколько у меня жил наверное? Две недели тоже. Две недели. Все везде выправил. Тебе полезно было? Да. У него были свои вопросы там. Мы каждый день занимались. Молились. Если. Просто он считал что чуть и не безвыходное положение. Духовное. Ну. Все было по хорошему. И поэтому. А расставаться с вами. Я уже не буду сказать. Мне просто тяжело. И вы уедете. Все это забудется. Любовь останется. И не будет нарушена. Но лучше бы продлить ее здесь. Ну. Теперь скажи слово. Ты скажи сначала. Потом Наталья. Потом вы услышите. Ну что скажешь. Спаси Христос. Так. Заботитесь вас. Любите. Ну так дальше-то. Спаси Христос. Я остаюсь. Вот так вот. Что Наташа. Будем куковать. Вам не за чем ехать. Дело в том что не за чем. И зачем это уезжать. Когда здесь все. Абсолютно все. Для жизни и благочестия. И друзья. Какие. И у Алексея тут. Ну ты. И советом. И всех ты тут нужен. А там каждый год ты бываешь еще. Я там ни разу у них и не был. И ничего не меняется. Я знаю от кого у них там ветры какие идут. Там знакомый у них писатель. Он там всяко возвращает слова. Я сказал. Лавру. Переделает враг. Ну как ребенок. Он был здесь. Я говорю. А ты знаешь Ангронштадтский. Был на дереве. Там маленький лес. Но я же писатель. Я говорю. Так это не правда. Ну мне жить то надо. Это его. Он сидел здесь. Вы знаете о коме говорил. Я честно не пойму просто. А не поймешь? Да. Не знаешь о коме говорил? Ну ладно. Я не буду говорить. Потом тебе выйдет и скажу. Ваш путь идет туда. Туда. Я знаю откуда там эти ветры. Почему они такие ветры. Ветры. Дорхоносные. А они ничего не имеют. Ничего. А то что мы в Дорогейской церкви. И что признали патриотию благодатной. Мы всегда признавали ее такое. А они терпеть не могут. А мы никогда не. Не было что мы признавали ее без благодатной. Не было этого. Мы считаем хорообрящество благодатное. И благодарим Богу. Слава еще. Хотите уехать или нет. Или оставить. Ну как бы. Немного хочется посмотреть. Ну как там. Другие в местах живут. Ну и здесь тоже очень хорошо. Нам очень нравится здесь. Так. А ты? Я не знаю. Не знаю. Вот приехали сюда из Иерусалима. Чего они так затеяли. Уже не один раз. Уже все оплачено за вас будет. И поезжайте в Иерусалим. Зачем? Я представляю. Я вас не знаю. Аэропорту. Теперь. Налево направо. Самолет прилетели. И там. Хайпы где-то опустились. В Иерусалиме. Автобусы там. Я еду на Иссахаре. Ну и что дальше? За сумочку держаться. Там говорит. Воруют. Вытаскивают все. Чего я там езжу? У меня огромная фототека фотографий. Грандиозная просто. Профессионально сделанная. Прислали из Иерусалима. Ну я не знаю сколько. По моим расчетам видимо не меньше тысячи. И при том отдельно. Старый город. Мечель. Там. Природа. Колодцы. Стена плаща. И все там. Цветные фотографии. Ну. Профессионально. Высшего класса. Зачем я поеду? Я людям отвечаю. Зачем? Вот проходит. Опять приезжает мне. Ну съездите. И в Иерусалиме. Зачем? Вы мне дайте довод. Когда мне. Ну. Приглашения были из Америки. От митрополита Виталия. А. Нет. Он не из Америки. Из Канады. А. Из Америки. Лав. Этот. Иларион. Который. Он был секретарем. Я не знал ехать не ехать. Я в это время вел занятия в 5 университетах. Я всем студентам. Все рассказывал. И говорил. Ехать или не ехать. Это же не игрушка. За океаны. Опасности. Сколько. Никто не мог отведать меня с места. Сходились в том, что ехать не зачем. Профессорский состав. Я объясняю. Все. Да зачем ехать. Вы и так все знаете. Проходит месяц-два. Я прилетаю в Москву. Приезжаю. И разговариваю с Зоей Александровной Крахманикой. Писательница. Исповедница. И она говорит. Вы должны своими глазами это увидеть. Вам не раз придется об этом говорить. Вы должны побыть в жандарме или в монастыре. Вы должны встретиться с руководством. Иначе ваши слова не будут иметь под собой твердое основание. Она меня ошибла. Я в Москве сказал. В Москву приехал уже. Все. Посольство было уже. Как надо там где-то. В визовом центре или посольство. Неправильно сказать. Я поехал. И скажу, что она оказалась права. Мне надо было для дела. Вам-то этого нет. А я хотел посмотреть. Да возьми любую картинку. Посмотри. Во всем мире не побудешь. Все не посмотришь. С собой не унесешь. Ну, глаза видели. А глаза не насытятся зрением. Соломон говорит. Хоть как смотри. Ну, даже поел. Ну, поел. Слишком ненадежное хранилище. Златоун говорит. Больше суток удержать не может. Потому что днище пробито. Ну, еще. Оставайтесь. Оставайтесь. Ты умеешь вовремя даже осмотреть. Взвесить все, что я сказал. При том, это опровержения. Какие тут могут быть? Это так. А везде не побываешь. А мы хотели... Ну, сегодня можно и по скайпу поговорить, и побыть. А тут отдохнуть. И нужен. И нужен. Главное нужен. Ты не просто проехал, промотался. И... И страстишься меньше. И все-то у нас хорошо. Ну, обдумайте тогда. Спасибо, Христов. Слава Христову. Да. Слава Христову. Да. Слава Христову. Слава Христову. Слава Христову. И научи нас быть не только слушателем, но и исполнителями Его. Ибо блаженный, слышащий и соблюдающий Слово Твое. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. 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 А ты не вошел? Какой бы он сейчас? Какой бы он сейчас? Какой бы он сейчас? Какой? 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 вообще. Такой... Какой бы он самый капсул. С administering. Разорка в линии. Разорка в линии. Аминь, идиutch. Кто сломался в линии. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok